друзья доброго времени суток я приветствую вас на канале око таро меня зовут ольга и сегодня хочу представить вашему вниманию таро прогноз на неделю 6 по 12 апреля включительно для знака зодиака близнецы уважаемые близнецы напоминаю что гадание имеет общий характер она подойдет и женщинам и мужчинам и тем кто одинок и тем кто в паре надеюсь что каждый из вас найдет для себя что-то важное и полезно но не забывайте о том что расклад общий для всех одинаково проиграться он не может из услышанного вы берете для себя только то что подходит именно вам этот таро прогноз вы можете смотреть как по своему основному знаку зодиака по гороскопу также и по асциденту сравнивайте у кого что резонирует анализируйте и делайте выводы и так друзья сейчас по традиции пока я буду перетасовывать колоду вы можете загадать картам один вопрос желания карта которая останется на дне колоды и будет являться ответом на ваш вопрос да или нет думая о своем вопросе также устанавливайте временной срок для того чтобы вы для себя понимали в какой период времени ваше желание для вас проиграется или нет кому нужно больше времени для того чтобы подумать о своем вопросе ставьте на паузу а я продолжаю на стол выпадают карты влюбленных и карта пятерочки чаш у кого-то это отчаяние в доме в семье из-за того что что-то может не получаться в связи с вашим домом это может быть какие-то противоречия с родными и близкими и карта влюбленных может предполагать какой-то выбор в вашей душе это что касается личных отношений для кого-то это то что касается коммерческой деловой сферы у каждого свой выбор и своя дилемма перед которой скорее всего в течение этого периода вы будете стоять итак колода готова и мы с вами начинаем ваша первая карта что будет входить в вашу жизнь течение всей этой недели к чему нужно быть готовым что будет происходить в ваших парах для тех кто в паре на ваши чувства на чувство вашей второй половиночке по этим двум картам мы рассмотрим также что происходит в доме в семье в общем ваша рабочая деловая среда деньги и финансы что будет происходить во внешнем мире во взаимодействии с другими людьми что ждет наших одиноких близнецов три карты для вас по этим картам рассмотрим и вашу личную жизнь и события этой недели в общем чем завершится этот период для многих из вас кого волнует треугольники и четырехугольники личные отношения еще на этой неделе я даю вам дополнительную информацию карта совета для вас всех и также эта карта ближайшего будущего то что войдет в вашу жизнь но то о чем вам нужно знать уже сейчас это могут быть какие позитивные такие негативные факторы и ответ на ваш вопрос да или нет пока в закрытом виде и мы с вами начинаем и так ваша первая карта на этот период и она показывает вас самих ваши планы мысли ваши эмоции ваше настроение и ваш общий запас энергии четверочка чаш говорит о том что в вашей жизни на сегодняшний день есть относительная стабильность в этом периоде к вам могут поступать какие-то предложения может быть каких-то встреч либо каких-то дел начинаний дружбы чего угодно но по этой карте вы не спешите кому-то давать ответ ни да ни нет эта карта глубоких размышлений и самоанализа эта карта больше бездействия чем действия что важно именно в этом аркане то что у вас есть семья рядом с вами кто-то есть из ваших родных и близких тот кто думает о вас и те на кого вы можете опереться в трудную минуту то есть по этой карте у вас есть хорошие тылы и даже если в вашей жизни что-то будет не получаться ваша родня либо кто-то из ваших самых-самых близких будет вам помогать или готов вам помочь эту карту я люблю за то что она говорит об умении видеть свои ошибки со стороны холодным оценивающим взглядом то есть вы видите ошибки не только других людей но и свои собственные тоже если говорить о вашем настроении эта карта показывает больше неопределенность задумчивость непонимание от того как двигаться дальше и что делать для кого-то это может быть вынужденный отдых а для кого-то это та остановка вашей жизни которую вы для себя ищите для того чтобы передохнуть отдохнуть собраться с мыслями и подумать о будущем спокойной обстановке где бы вас никто не трогал то есть эта карта некоего уединения если говорить о вашем общем запасе энергии он у вас довольно таки неплохой но вы не знаете куда свою энергию направить давайте посмотрим общий фон событий всей этой недели и здесь я вижу карту пятерочку мечей конечно это карта войны по этой карте ясно и четко видно что у вас есть враги это те люди возможно даже которых вы не подозреваете это кто-то за вашей спиной тот кто искусно может плести какие-то сети и интриги против вас вы по этой карте показаны как человек бывалый которого не раз била жизнь била судьба и вы готовы кому-то дать отпор если не получается действовать честно и открыто вы готовы действовать обходными путями но своих обидчиков вы готовы наказывать в общем то если рассматривать эту карту как совет для вас на эту неделю все-таки она говорит о том что могут возникнуть обстоятельства в которых вас кто-то может либо предать либо подставить либо воспользоваться чем-то вашим особо вам здесь во внешнем мире как будто бы нельзя доверяться другим людям не говорите никому о своих планах наперед не открывайте не перед кем свое сердечко почему потому что вам впоследствии могут сделать больно конечно эта карта нервного напряжения и также той внутренней борьбы которая происходит внутри вас и также в вашей голове то есть ваши мысли постоянно работают как выработать какую-то тактику стратегию для того чтобы может быть устранить каких-то конкурентов либо недругов либо людей которые могут вам вас препятствовать но и также кто-то из вас думает о том что лучший метод защиты это нападение может быть в вашем случае это даже и верно давайте посмотрим что происходит для тех кто в паре на ваши чувства выпала карта принцессы жезлов на чувство вашего партнера мы видим восьмерочку чаш если говорить лично о вас в особенности если смотрят меня женщины конечно вы пытаетесь доминировать в этих отношениях на вас может быть возложена основная ответственность за все то что происходит в доме но ваш партнер устал от того что вы его не понимаете что вы его не слышите что вы его не жалеете он себя чувствует глубоко несчастным и одиноким человеком ему не хватает любви ему не хватает общения ему не хватает нежности и вашего внимания желание как будто бы выйти из этих отношений либо что-то поменять в них ваш партнер еще никуда не уходит он только раздумывает об этом конечно его состояние может передаваться и на вас вы также где-то не чувствуете поддержки и понимания со стороны своего партнера то есть вы как будто бы на разных полюсах не слышите друг друга если меня смотрят мужчины близнецы вот эта карта как раз может показывать вас и говорит о том что в чем-то вы надеетесь на то что какие-то проблемы дома семьи ваши собственные проблемы поможет вам решить ваша дама вы ее видите как красивую сильную уверенную деятельную но с ее стороны в отношении вас я также вижу усталость и нежелание общаться наоборот желание уединения желание обособить свое личное пространство чтобы вы в него не вторгались в общем то конечно эти отношения оставляют желать лучшего эти отношения еще можно оживить еще можно возродить и все уважаемые близнецы зависит от вас независимо от того кто мне смотрит мужчины или женщины конечно если вы сами этого хотите многих конечно из вас связывают детки здесь также идут какие-то огорчения и переживания из-за детей может быть из-за их будущего из-за их самореализации также с детьми вы можете не находить общего языка общих точек соприкосновения особенно если у вас дети подростки или дети взрослые в общем-то по восьмерочки чаш в доме и в семье проблем на сегодняшний день накопилось предостаточно но ваши мысли где-то во внешнем мире вы больше думаете о работе о карьере чем о том что происходит в доме и в семье что происходит у наших одиноких близнецов в этом периоде для вас выпала карта короля жезлов карта старшего аркана башни и карта туза чаш очень интересная тройка карт если говорить о событиях этой неделе в общем многих из вас могут ждать какие-то неприятные моменты карта башни для кого-то из вас может проиграться как те события которых вы скорее всего не ожидаете для кого-то это то что связано с казенными домами с работой кто-то из-за карантина может быть действительно потерял работу по башне и сейчас либо может потерять работу если вы до сих пор работали если смотрят меня мужчины близнецы одинокие карты вас показывают как немножечко вспыльчивого вы не всегда умеете контролировать свои эмоции вы легко можете нажить себе врагов из-за своей прямолинейности вы правда люб но правду любят не все если говорить о женщинах близнецах то у вас возможны конфликты с мужчиной огненной стихии но не обязательно это может быть какой-то темненький ли покориглазый мужчина эти мужчины может быть кто угодно и кто-то из вашего дома или может быть это друг знакомый для кого-то это может быть начальник по работе то есть неожиданный конфликт с этим человеком что-то то что выбивает у вас почву из-под ног но что интересно эти карты говорят о том что после каких-то разрушений которые вам совершенно необходимы в вашей жизни начнется что-то совершенно новое возрождение скорее всего вам нужна вот эта башня вам нужна вот эта встряска вам нужен вот этот стресс для того чтобы на место чего-то старого вашу жизнь вошло что-то новое и она непременно войдет об этом говорит карта туза чаш даже если в вашей жизни на этой неделе возникнет какой-то неожиданный конфликт либо это может быть не конфликт а любые обстоятельства которые немножечко повергают вас в шок где-то вы к ним уже должны быть готовы все-таки впоследствии вас кто-то будет поддерживать либо кто-то из вашей семьи либо из ваших друзей у вас есть те люди с которыми вы можете поговорить у вас есть те на кого вы можете рассчитывать и я даже не исключу то что после какой-то ссоры или конфликта даже если он у кого-то возникнет будет возможность все выяснить расставить все точки над и еще возможно перемирия для тех кто потерял работу и также любые вопросы касающиеся казенных домов которые у вас пока не получались вас будут ждать впоследствии какие-то благоприятные известия которым вы порадуетесь что-то новое начинает входить вашу жизнь посмотрите белый голубь это как благая весть которая летит к вам также мы видим здесь кувшинки которые говорят о гармонии о счастье о чистоте и о том насколько чисты ваши помыслы о том насколько вы высоко духовные люди чистые и благородные внутри если говорить о вашей личной жизни для тех кто встречается и у вас все-таки кто то есть для мужчин карты говорят возможно о разрыве а какой-то крупной ссоре выяснений отношений но после этого возможно возрождение перемирия обновления чувств а для кого-то это совершенно новый человек который войдет в вашу жизнь то есть с ваших глаз как будто бы спадет пелена вы может быть поймете что вы встречаетесь не с той женщиной которая вам нужна она сама себя проявит в каком-то не лучшем виде перед вами и в вашей жизни появится шанс что-то изменить для женщин эти карты говорят о том что то же самое у вас может быть конфликт с мужчиной если вы встречаетесь если у вас никого нет эти карты говорят о том что в прошлом у вас кем-то был очень болезненный разрыв скорее всего вы расстались с очень большим скандалом очень некрасиво но снова таки вам нужно было это пройти для того чтобы в вашу жизнь вошло что-то новое и карта туза это предвещает и для мужчин и для женщин она может говорить либо о ком-то новом либо о том что вы еще можете с кем-то реанимировать отношения все будет зависеть от вас как вы захотите так и будет важно то что по этой карте вы не будете одиноки и в конечном итоге вы обретаете счастье уверенность в завтрашнем дне для кого-то все-таки это благие новости по работе то есть вы берете для себя только то что подходит именно вам что же происходит в рабочей деловой сфере для остальной категории для вас выпала карта иерофант карта высших сил она говорит о том что многим из вас покровительствуют высшие силы и вы под надежной защитой у вас могут быть очень мощные ангелы-хранители для тех кто все-таки работает вот эта карта может говорить о официальной работе о официальных людях с которыми вы имеете дело может быть это руководство мужском лице авторитарная требовательная но если вы выполняете все условия которые вам выдвигаются вы обижены не будете это и оплата по труду которую вы вовремя получаете и возможные льготы и признание вас вашим руководством для мужчин также эта карта говорит о том что вы и сами могли бы руководить другими людьми кто-то из вас может быть уже на сегодняшний день достиг какого-то определенного уровня может быть у вас уже есть какой-то должность пост безусловно прекрасное образование и возможность дальнейшего роста но даже для тех кто работает на кого-то эта карта говорит о том что вы полностью защищены ваши дела в любом случае идут в гору для тех кто только ищет работу несмотря на такое непростое время вы можете продолжать искать работу и скорее всего вы ее найдете через мужское лицо ищите официальную работу завершением своего поиска вы будете довольны вы найдете именно то что вам нужно и для мужчин и для женщин эта карта может показывать мощного покровителя в работе мужчина который вас заинтересован ценит ваши качества которые вы проявляете в работе что происходит с вашими деньгами и финансами и здесь мы видим карту королевы мечей и для мужчин и для женщин эта карта говорит о том что при деньгах вы будете для мужчин это деньги которые могут поступать к вам через какую-то даму эта женщина может быть вашей же стихии близнецы весы или водолей по гороскопу но не обязательно это может быть кто начисляет вам зарплату для тех кто не работает вообще все-таки какая-то дама помогает вам деньгами либо через нее вы можете что-то получить если говорить о женщинах близнецах то по этой карте вы показаны собственной персоной как сильная уверенная умная красивая и самодостаточная женщина и те кто работает и те кто не работает деньги у вас однозначно будут для не работающих это возможен какой-то дополнительный источник дохода я вижу что вам ваши деньги ваш заработок дается нелегко вам постоянно приходится бороться вы до всего доходите сами вы буквально отвоевываете каждый шаг победе на своем жизненном пути вы умеете бороться у многих в вашей жизни были какие-то лишения были и взлеты и падения вы научились ценить то что имеете благодаря тому какой нелегкий путь вы уже на сегодняшний день прошли я вижу перед собой сильных и уверенных женщин которые точно знают как им нужно действовать для того чтобы заработать для того чтобы выжить для того чтобы отстоять свое место под солнцем давайте посмотрим что же происходит во внешнем мире взаимодействия с другими людьми и здесь мы видим карту солнышко карта прекрасно она говорит о том что вы социально активны даже в этом периоде у вас с кем-то может идти бурное общение это могут быть и встречи и поездки вы сами куда-то можете стремиться кто-то может стремиться к вам это какие-то удачные договора удачные предложения эта карта почета уважения и славы эта карта ваших личных собственных достижений которые признают другие люди конечно же это почет и уважение с вашим мнением очень многие считаются и от вашего мнения может быть даже где-то кто-то зависит если говорить вообще о событиях во внешнем мире то здесь вас ждет какая-то большая удача радость успех во всех ваших делах что-то будет налаживаться что-то будет обновляться и у наших одиноких у кого здесь могли быть разрывы конфликты потери работы либо застой в работе все равно в вашей жизни что-то будет налаживаться солнышко входит в вашу жизнь давайте посмотрим чем завершится для вас эта неделя на завершение этого периода выпала замечательная карта троечки чаш эта карта также говорит о какой-то победе праздники для кого-то это отдых встречи может быть которые вы организовали сами может быть кто-то вас куда-то пригласил в каком-то небольшом тесном кругу вы с кем-то можете встречаться и вести какие-то приятные разговоры это то что вас наполнит радостью и положительными эмоциями может быть эта встреча с вашей роднёй какие-то позитивные разговоры может быть вы решили собраться со своими подружками и о чем-то переговорить но для тех кого волнуют вопросы работы карьеры и самореализации это тоже замечательная карта она тоже может говорить о каких-то благих вестях хороших изменениях в вашей жизни конечно сама по себе троечка говорит о росте о том что вы не будете стоять на месте а в любом случае вы будете развиваться для кого-то это получение на руки каких-то важных бумаг документов либо информации любого рода но то что вас непременно порадует давайте посмотрим что ждет тех кто находится в треугольниках и четырехугольниках на ваше чувство выпала карта влюбленных когда это совала колоду эта карта уже выпадала на стол и также выпадала пятерочка чаш но здесь вот для семейных выпала восьмерочка чаш по своей энергетике они похожи то есть карты случайным образом выпадавший на стол все-таки говорили для кого-то о личных отношениях и о выборе который вам предстоит сделать в личных отношениях для тех у кого появился в вашей жизни кто-то третий я вижу конечно большую искреннюю влюбленность привязанность желание встреч при том это взаимно обоюдно это магнетизм сексуальность и притяжение которому вы не можете противостоять шестерочка жезлов говорит конечно же о том что ваши встречи будут продолжаться может быть даже в этом периоде вы стремитесь на встречу друг другу это могут быть и телефонные звонки и возможные встречи может быть вы что-то вместе даже будете праздновать либо вместе будете приглашены куда-то на какой-то общий праздник либо вы просто сами для себя организуйте приятный отдых ваши чувства льются через край также это и телесные любовные утехи восторг вашего партнера или партнерши от вас в зависимости от того кто меня смотрит мужчины или женщины но все-таки вы колебаетесь вас сдерживают те отношения в которых вы еще находитесь давайте посмотрим как будет развиваться ваши отношения в ближайшее время карта для женщин и карта для мужчин карта короля мечей для вас выпало а для мужчин выпала карта смерти старший аркан женщины-близнецы вы точно не будете одиноки это сто процентов неважно с каким из мужчин вы предпочтете остаться я вижу желание о вас заботиться я вижу желание вам покровительствовать я вижу желание вас отстаивать и защищать вас если эта карта показывает вашего супруга она говорит о том что он не готов уступать вас здесь мы видим мужчину вашей же стихи это может быть также как и вы близнецы весы или водолей по гороскопу но не обязательно эта карта может просто показывать мужчину воина готового за вас бороться сто процентов вам не быть одинокой давайте возьмем для вас еще одну карту совета карта совета повешенной говорит о том что не спешите форсировать события как бы вы ни были влюблены в какой бы эйфории вы сейчас не находились не спешите и будьте осторожны если говорить о мужчинах карта смерти конечно же предполагает все-таки разрыв или отказ но здесь отказ может идти от болезненного старого прошлого из-за этих отношений вы можете потерять свою законную супругу если вы в браке если даже вы не в браке то все равно в любом случае вам придется сделать окончательный выбор в отношении какой-то одной из партнер с двумя продолжаться дальше встречаться вы не сможете карта совета для вас еще одна карта двоечки мечей она говорит о том что скорее всего вот то что касается мужчин все-таки вас здесь ждет в конечном итоге какое-то разочарование эйфория может смениться усталостью и депрессиями и снова такие двойственность вы просто в очередной раз будете отпускать ситуацию на самотек для того чтобы она разрешилась сама по себе почему потому что вы как будто бы не можете сделать какой-то окончательный выбор давайте посмотрим совет для всех на эту неделю и здесь для вас выпала замечательная карта девяточка пентаклей конечно также эта карта говорит о тех событиях которые в ближайшее время вашу жизнь войдут непременно и поверьте даже те кто потерял работу вас временный застой из-за карантина еще по каким-то причинам работать вы будете рост признания успех слава все это вас ждет деньги у вас сто процентов будут поэтому думайте анализируйте планируйте эта карта вас показывает как людей очень умных умеющих мыслить вам помогают ваши мыслительные процессы для многих из вас эта карта прекрасного образования вы по этой карте пользуетесь своим умом своим опытом для тех кто думает о карьерном росте эта карта может предполагать также и карьерный рост но сто процентов эта карта говорит о том что вы будете при финансах и вы будете материально защищены для женщин эта карта также может говорить о покровительстве мужчины о каких-то дорогих подарках возможно наши милые дамы сами за себя захотят впоследствии чем-то побаловать и вы себе это сможете позволить вы себе очень многое сможете позволить по этой карте карта здоровья радости и процветания и я вам искренне всем этого желаю давайте посмотрим ответ на ваш вопрос да или нет конечно же желаемое да сто процентов вы получите мы видим прекрасного рыцаря на белом коне это благоприятные новости известия которые ворвутся вашу жизнь и порадуют вас они уже входят в вашу жизнь возможно вы ждете каких-то новостей именно от мужского лица поверьте вы их получите либо эта карта может говорить о том что в вашем вопросе заинтересован мужчина если кто-то задавал вопросы связанные с личными отношениями встречу ли я своего любимого любимую конечно же да такой мужчина у вас однозначно будет если вы задавали вопросы связанные с карьерой с бизнесом здесь тоже ждите каких-то положительных известий от мужского лица но и сами уважаемые мужчины не сидите на месте проявляете собственную инициативу но эта карта говорит о том что в отношении кого-то либо чего-то вы должны уметь проявлять лояльность должны уметь договариваться чтобы вы не задавали карта дает уверенный ответ да даже если вы сейчас спрашивали о каких-то дорогах осуществляться ли они поверьте у вас есть все шансы осуществить те дороги которые вы задумали в любом случае эта карта говорит о каких-то положительных известиях и возможно даже вы эти новости получите быстрее чем тот срок который вы загадали думая о своем желании положительные известия от мужского лица также уважаемые близнецы возьмем для вас еще три карты скрытых факторов то чего вы не видите то чего не видно на поверхности но то что вам нужно обязательно учитывать и для этого я возьму оракул темной луны три карты и для мужчин и для женщин посмотрим какую информацию в общем нам даст этот оракул и для мужчин и для женщин выпали карты прекрасные для вас выпала карта защиты карта лестницы карта бумеранга это защита высших сил определенно на многих из вас может стать ставленная защита либо у вас очень мощные ангелы-хранители действительно но к вам как будто бы идет помощь свыше об этом говорит вот этот прекрасный ангел спускающийся на встречу к вам по лестнице ваши мольбы ваши просьбы будут услышаны вы под надежной защитой высших сил но карты призывают вас к тому что вы никому не должны делать зла почему потому что согласно тому какие поступки вы делаете сейчас такой результат вы получите и в будущем карта бумеранга говорит о том что не сейте зло и она никогда к вам не вернется творите добро и она в тысячу раз вернется к вам с новой силой но также эти карты могут предполагать то что у кого-то здесь может вам еще предстоять какая-то борьба по защите и по бумерангу но все-таки высшие силы на вашей стороне вам ничего не угрожает но какие-то старые конфликтные ситуации могут возвращаться и вам нужно быть на готове защиты своих собственных прав и интересов вот такие вот замечательные карты докладочки уважаемые близнецы всем счастья всем здоровья всем позитива в вашем раскладе конечно есть негативные карты но и много положительных моментов карта солнышко карта иерофанта перекрывают все ваши беды и несчастья все ваши неудачи и провалы обратите внимание три карты старших арканов башня иерофант и солнышко если говорить о мужчинах вы сами сможете выйти из какой-то критичной сложной ситуации но все-таки для тех кто работает работает официально либо у вас есть какие-то обязательства с госдомами с госструктурами с кем-то вам здесь может предстоять серьезный разговор разговор может быть неприятный но по солнышку в конечном итоге ваша ситуация разрешится для вас благополучно так как вы хотите для женщин выход из сложной ситуации благодаря какому-то мужскому лицу и также во многом это поддержка ваших родственников люди которые о вас переживают в любом случае две положительных карты и одна негативная говорят о том что все в вашей жизни будет налаживаться всем удачи подписывайтесь на мой канал кто еще не успел подписаться всем хорошего настроения ставьте лайки не скупитесь нажимайте пальчиком на колокольчик для того чтобы не пропустить следующее видео а сегодня друзья всем до свидания